приветствую друзья мне вот интересно все ушли в контакт если тут еще люди живые добавится ко мне давно не вела эфиров и есть темки некоторые которые можно пообсуждать мне даже прям скучно без всех этих эфиров о люди есть всех приветствую рада что вы ко мне заходите раджет привет hello да добрый вечер у меня с вами мирова да я с вами немного времени у меня есть 40 минут и у меня есть тема интересная заходи в фью почаще да надо мне все кажется что сейчас все ушли в к мало кто здесь сидит что никого здесь нет но это наверно мне только кажется он 24 человека уже присоединилась класс как и рада тебя видеть спасибо очки у меня сегодня тема энергетического ресурса вот кому интересно можете поставить плюсики сердечки там или еще что-нибудь я уже неоднократно за пять там лет последних говорила про эту тему и сейчас было общение с девушкой одной которая смотрела все мои эфиры не по одному разу и мы с ней вместе живем она в теме и сегодня когда мы начали обсуждать опять же это тоже самое что может тысячу раз обсуждали у него такие глаза как будто в первый раз видит и слышит об этом думаю интересно надо наверное вам об этом напомнить вот актуально до кого-то то есть мы сейчас все свое последнее время связи с этими ситуациями различными во всем мире кризиса чувствуем энергетический слив и упадок ничего не хочется делать лень апатия такие какие-то чувства возникают что блин а может вообще умереть даже у меня бывают такие панические чувства блин нафиг я вообще живу короче надо чтобы это все быстрее закончилось даже я чувствую какое-то волнение внутри очень часто такой слив энергии ни на чем просто на пустом месте я чувствую что мне плохо не могу понять из-за чего вроде ну так если посудить все хорошо но вот нет проблем у меня вообще никаких ни в чем не в отношениях не в ни в жилье ни в работе не в предназначении просто чувствую что я не хочу жить все может у кого-то такое есть это просто истощение энергетическое ну или напомни пожалуйста про любовь к себе мне кажется я это забыла так про любовь к себе приобретите мою книжку сейчас вот пока люди заполняют эфир подождем еще кого-нибудь я начну эту тему про энергетический ресурс а по поводу любви у меня сейчас вышла книжка буквально вчера когда мы ее уже разослали на вчера вышла излечить нельзя игнорировать изначально эта книжка задумывалась о излечении сахарного диабета и онкологии то есть у кого есть такие проблемы либо у ваших знакомых близких вы можете помочь себе и другим излечиться от этого заболевания наши врачи говорят что это невозможно я вам хочу сказать что это возможно на все миллиард процентов забыть что такое сахарный диабет и забыть что такое онкология не проходить никакие химиотерапии не глотать таблетки все можно излечить и вот книга задумывалась о том чтобы вы прочитав ее она трансформационная начали осознавать в итоге вышла о том что на 99 процентов книга о любви о предназначении о энергии об отношениях о деньгах о злости об обидах о ненависти о шаблонах вышлений как обычно 185 листов мелким шрифтом о том для чего мы вообще с вами живем для чего мы с вами болеем почему у нас какие-то проблемы и так далее то есть кого интересует тема любви тема отношений отношений в семье с мужем женой с детьми с родственниками почитайте эту книжку то есть пускай вас название не смущает как излечить сахарный диабет и онкологию просто на этих примерах так уж вышло что книга жизни вот я чувствую себя просто охренительно когда понимаешь что я ее написала я такой молодец боже я сейчас хочу свою в своем эфире прям себя похвалить что я вообще круто просто книжка крутая а я еще короче вот так вот расхвалила я себя свою книжку в общем кому интересно почитайте болезнь это как триггер только чтобы заметить что я здесь ну да ну и не только как триггер болезни у нас не существует на самом деле болезнь это самая здоровая функция организма боль это самая здоровая функция организма глаза функция до смотреть руки делать ноги передвигаться тело чтобы жить чувствовать гонять в этом скафандре в этой игре компьютерной в которой мы находимся там матриц гонять и кайфовать от этой игры и вот болезнь это естественная функция основная функция тела и болеть это очень хорошо у вас просто мозг перевернется когда вы осознаете ну насколько круто что ваше тело живое и может вам подавать сигналы и разговаривать с вами то есть через болезнь вы можете решить ваши проблемы с деньгами через болезнь можете решить ваши проблемы в отношениях то есть у вас проблема с деньгами будет болеть тело вас проблемы в отношениях будет болеть тело машина сломалась и у вас будет болеть тело и И каждое событие связано с вашим телом, как даже слов-то не нахожу. Если вы эту связь в книжке разглядите, ваш мир просто прежним не будет. Ой, я очень рада, что присоединилась. Раньше на моих эфирах было 100-200 человек, сейчас 30-40. Очень жаль, что многие перекочевали в контакт. Не все поставили VPN. Ну, может быть, это и хорошо, не знаю. Вконтакте я пока не понимаю, как вести эфиры на свою аудиторию. Раньше было какое-то приложение, а сейчас оно почему-то не работает, VK Life. Но там, когда выходишь в это приложение, VK Life, то не только твои подписчики тебя смотрят, а вообще все. И там сразу столько народу набегало, 10-20 тысяч человек начинали тебя смотреть. Сейчас вот это приложение почему-то мне не работает и не обновляется. Жалко, что там делать. Можно в эфиры, кстати, выходить в телеграм-канале. Вот, я еще не пробовала, но есть такая функция, выйти в прямой эфир в телеграм-канале. У меня куча групп, компаний этих, как называется, не групп, а каналов. Буду попробовать и там. И ВКонтакте, да, немного людей. Я скачала приложение ВКонтакте, на компе у меня еще его нет. Скачено, написано, 14 тысяч человек всего лишь скачало приложение ВКонтакте. Потому что на всю Россию только 14 человек пользуются приложением на телефон ВКонтакте. Все остальные либо с компа сидят, либо что, непонятно. Кстати, я каким-то макаром сижу с заблокированного VPN. Очень интересненько, это хорошо. Пришлешь в YouTube, потом будет на большую аудиторию. В YouTube у меня вообще 14 тысяч человек всего лишь, никто не хочет на меня подписываться. Кому нужны эти знания, боже мой? Те, кто ищет себя, но таких мало. Ну, будем, значит, с вами общаться. Так, я хотела поговорить об энергии. Как ее восполнять, где ее брать, для чего нам нужно общение с людьми, где наши ресурсы. Вот на эту тему хотела поговорить сегодня. Напомнить. Начну с теории рек. Ну и плавненько, честно, мысли разбегаются, даже не знаю, с чего начать. Начну хотя бы с того, что помню. Из разговора сейчас, чтобы два часа взахлеб разговаривали с подругой, надо было это все снимать. Столько полезной инфы было. Сейчас мне просто выветрило все из головы. А начну с теории рек. Мы как раз ее начали и потом ушли в дебы. И пока я говорила, уже 50 человек присоединилось. Блин, класс. Кайфую. Но те, кто не вначале присоединится, я думаю, пересмотрят. Потом сохраню эфир. Неоднократно уже звучала теория рек. Вы, наверное, все об этом уже слышали, но не совсем догоняете, потому что бездействуете именно в этом инструменте. Мы с вами, все люди, как клеточка единого организма. Вся наша планета Земля с животными, с растениями, с любой жизнью. Люди, естественно. Мы все клеточки организма. И мы с вами буквально фотонами, частичками света, электромагнитной волной, которая излучает наш мозг, каждая мысль, которую мы улавливаем с этого биополя, собираем пространство вокруг нас. Не знаю, понимаете вы это или нет. Ну, может быть, в теории кто-то уже слышал это. И мы поддерживаем существование друг друга своим энергетическим полем. Проще так скажу. Когда мы с кем-то взаимодействуем и резонируем, наше биополе смешивается, как, допустим, пример. Один человек энергетически заряженный, возьмем как стакан с горячей водой. А второй человек, он с очень низкими вибрациями, низкой энергетикой, в пассивном состоянии, представим, что это стакан с холодной водой. И вот когда они вместе начинают резонировать, они превращаются в один стакан, то есть одно биополе, когда вместе люди сталкиваются. Что происходит с горячим стаканом, а что происходит с холодным, когда это всё смешается в один стакан? Вы не можете оставаться на том же энергетическом уровне, на котором были, когда вы общаетесь с человеком, который выше уровня вас, либо ниже энергетического уровня, заряженности, знаний, чувств, эмоций, что угодно. Но будем говорить общими словами энергетический уровень. Вы когда встречаетесь с человеком, с заряженным, который меньше вас по уровню, вы ему, сначала я скажу, отдаёте свою энергию, но я потом объясню, что вы ни хрена ничего не отдаёте. Но для начала, чтобы было понятно, вы понижаетесь в своём уровне, то есть вы охлаждаетесь, то есть вы были горячие, энергетически заряженные, у вас там много денег, суеты, хороший бизнес, у вас скорость обмена информацией, скорость обмена пожелали, осуществили, быстрая, когда на более высоком уровне вибрации вы находитесь, энергетическом уровне заряженном, когда у вас много энергии, у вас в жизни всё быстро происходит. Вы подумали, оно осуществилось, вы подумали, вы сделали, у вас быстро всё осуществилось, у вас есть деньги, то есть если вы энергетически наполнены, то у вас есть деньги, блага, люди, вы притягиваете события вам нужные, к вам приходят ответы очень быстро, то есть этот уровень творца такой интересный. А вы притянулись к человеку, вы охлаждаетесь, вы ему отдаёте часть своей энергии. Пока для понимания я скажу «отдаёте», но запомните, вы ничего не отдаёте, там немножко по-другому, я просто объясню, ещё раз повторюсь, чуть попозже, просто сразу, если я скажу, вы не поймёте. чтобы не уходить в дебри. Так вот, человек, который с низкой энергетикой, он от вас заряжается, и у него в жизни начинают происходить, ну там, для них, как он думает, чудеса какие-то, потому что вы его подпитали. Если это понятно, напишите плюсик. Я хоть не буду, блин, по тысячу раз это опять объяснять, что мы смешиваемся. Пока жду от вас обратную связь, я всё читаю, все ваши сообщения, которых нет. Спасибо вам. Если мы находим в общество своё какого-то человека, который на энергетическом уровне находится ниже, мы ему отдаём и сами скатываемся вниз. Когда мы находим человека, который уровнем выше нас, неважно уровень знаний, уровень энергии, уровень, он более спортивный, более умный, или у него больше денег, или у него там бизнеса, у вас ничего нету, то вы у него черпаете эту информацию. То есть, ваше поле смешивается, но вы не энергию у него берёте, мы вообще энергии не можем обмениваться, ну, ни отдать, ни забрать. Мы обмениваемся информацией, мы заряжаемся от человека, и у нас, получается, скорость обмена творения этого мира увеличивается, если он более энергоресурсный для нас. Так вот, теория рек, перейду к ней. Все люди из-за своего шаблонного сознания ещё и так воспитывались, плюс эго, плюс там, любите меня, я круче, сильнее, выше и так далее, они застревают в реке, в поле людей, где он не растёт, этот человек. Мы все этим грешим, мы всегда находимся и выбираем те компании, где мы круче, где мы умнее, где мы сильнее, и окружаем себя людьми, которые ниже нас. Мы всегда ищем подсознательно такие компании, такие группы людей, которые будут ниже. Что мы при этом делаем? Мы не растём, потому что нам нечем подпитаться от людей, которые энергетически ниже находятся. Но мы прям выискиваем эти компании. Когда мы идём в поле таких людей, себя окружаем, например, коучи, такие, как я, кто хочет быть умнее, кто хочет быть круче, он подсознательно ищет людей, которых он может учить, показывать своим примером, но при этом этот человек остаётся вот здесь и снижает свой уровень, он делится. Он обменивается информацией, его копируют, люди рядом с ним растут до его уровня, но этот человек остаётся здесь, потому что ему эго мешает пойти в другую реку, где он там просто нищеброд, тупой нищеброд и вообще ещё какой-то непонятный. Для того, чтобы нам всё время расти, если мы понимаем, что мы уже крутые в своей компании, нам с неё надо уходить, обязательно уходить и искать ту компанию, где люди мудрее, круче, богаче, умнее, какие-то навыки имеют, которые вы хотели иметь. Вы приходите в эту компанию и просто даже ничего не делая, не слушая, вы автоматически без каких-либо усилий достигаете уровень тех людей в той компании и поднимаетесь, потому что находитесь в биополе этих людей. ваша скорость творения, вот как мне сейчас тут пишут, увеличивается в разы на этом уровне. Но как только вы чувствуете, что вы опять там достигли потолка, вы с ними на одном уровне или ещё выше, вам надо бежать с этой компании и искать новые ресурсы. надо искать те компании, где вы ниже всего, где вы самый бедный, где вы самый тупой из этих людей, где вы самый медленный из этих людей, потому что тогда ваш рост обеспечен априори автоматически. вы всегда достигнете в любой компании того уровня, которого вы хотите, если вы найдёте выше вас людей. Самая большая ошибка всех нас постоянно доказать свою крутость, лучшесть и оставаться в той реке, которая нас не двигает. Дальше. Иногда мы прыгаем в омут с головой в уровень ниже, где их найти, ну боже мой, было бы желание найти уже не составит труда, это уже ваша задача это сделать. На такие вопросы уж где кого там что искать, это вы уже должны сами себе отвечать на этот вопрос. Дальше. Многие люди прыгают из рек вниз, то есть мы находимся в окружении, мы круче и так далее, но кого-то спускает ещё ниже, и это тоже не просто так, это тоже нам иногда нужно прыгнуть на уровень ниже. Там вы отдадите всю свою энергию, но вы получите опыт определённый. Например, крутые женщины постоянно находят каких-то себе мужчин, которыми ну никакие. Эти мужики поднимаются, а потом они жалуются через какое-то время, типа смотрите своим подружкам. Я его нашла, слепила из него там красавчика, я в него вложила всю свою энергию, я вложила в него своё время, он сейчас такой крутой, теперь я ему не нужна, он меня бросил, ну то есть он подрос. Для чего женщины это делают? Ну или мужчины, не знаю. Для того, чтобы прокачать своё мастерство, да, мы идём, например, в тренировочный зал и тренируемся на тренажёрах. Для того, чтобы мастерство прокачать, нам нужна просто какая-то тренировка. я, например, считаю, ну не я, а это просто пример такой, да, я, например, считаю, что я недостойна крутых, богатых, там, классных мужчин. Ну, типа я не тот уровень. Мне надо такой же, как я, либо я круче них, мне надо даже доказать им, что я круче. Вот, я не могу найти себе там миллиардера крутого, умного, значит ресурсного. Ну, потому что я сама вообще никто до него не дотягиваю. Где ей учиться? Конечно, такой женщине нужно спрыгнуть, допустим, на уровень тренажёра меньше реки, меньше ресурсного человека для того, чтобы просто обкатать какие-то отношения. Например, я считаю, что вот суперкрасивые, ухоженные парни, ну, типа я не достойна, я там толстая, там сто килограмм, у меня там как бы внешность не позволяет красавчика себе находить. Ну, вот у многих есть такие шаблоны. Я могу найти мужчину красавчика, там, качка, ну, тупого, да, и он не энергетически зараженный, он не ресурсный человек, но я на нём обкатаюсь, что я достойна красивого тела рядом, по крайней мере, схожу вниз туда и получу опыт, что возможно в моей жизни иметь мужчину вот такого вот красивого, там, накачанного. Он пускай будет тупой, но, блин, там, зато у меня будет классный секс. И я буду просто королевой и чувствовать себя классно. Да, он меня использует, этому качку нужны, там, допустим, мои деньги или ещё что-то. Он хочет, и ему пофиг на моё тело, там, 100-килограммовое. Главное, он такой красавчик, я ему даю деньги, он меня там, я его покупаю или ещё что-то. Для примера мы спрыгиваем туда, да, вы отдадите ему свою энергию, да, вы будете истощены энергетически, но вы получите вот этот необходимый опыт, просто знание о том, что вы можете иметь такого мужчину вот с таким телом. Потом мы спрыгиваем там в другую реку, там мужчина некрасивый, ну, вообще там, просто вот урод 200 килограмм, и вообще просто вообще ужас разговаривать два слова, как вот я сейчас сложить не может, но у него есть бабки. И ему тоже, ну, как бы, внешность подкачала, всё подкачала, ну, как бы, есть деньги, там, бандюк какой-нибудь, ещё что-то, скупой там на комплименты, не даёт мне того, что я хочу, мне приходится в него вкладывать свои ресурсы, но у меня будет опыт научиться брать, брать подарки, которые я не умею брать. Ну, я считаю, что я недостойна подарков или ещё что-то. то есть любой опыт, в какую бы реку вы ни зашли, выше, либо ниже, вы всегда будете всё равно получать опыт. Вниз мы ходим за опытом, а вверх мы ходим за энергией, за ростом. Когда мы прошли, допустим, опыт там внизу, расплатившись своей энергией, опыт с красавчиком, опыт принимать, мы уже понимаем, у нас есть такие шаблоны, что я могу принимать подарки, что я могу принимать деньги, я достойна этих денег, я достойна красивого тела, и я уже смелее могу пойти в реку, где меня будут окружать, окружать там, допустим, люди с бизнесом и миллионеры, и красавчики, и с деньгами, и умные, и так далее. Я уже натренировалась там внизу, получив опыт, и теперь могу туда вверх уже скакануть и поменять окружение. Просто туда запрыгнуть, если у вас есть такие шаблоны, что для меня это вообще никак не получится. Значит, надо пойти вниз и попробовать по кусочку, потренировавшись на разных тренажёрах. Жопот получается, не опыт. Не жопот. У меня телефон садится, и мне через 7 минут нужно уходить, потому что у меня на курсе телепатия сегодня второй день, задание будет в 10 вечера. Я могу потом выйти в эфир где-то через полчаса и продолжить. Что за эти 7 минут подведу итоги? навсегда нужно менять реки, окружение людей, которые энергетически выше нас. И если вы чувствуете, что вы там в компании рубаха, парень, вы классный, надо уходить с этой компанией, хотите вы этого или нет, но либо вы остаётесь на месте, вы не растёте, либо идёте дальше. Когда вы идёте дальше, вы будете тоже чувствовать небольшое опустошение, потому что рядом с человеком, у которого, ну вот у вас нет денег, никогда не было бизнеса, у вас потолок денег, там миллион рублей, допустим, в год лишний, а вы хотите 10, чтобы было. Но у вас вот потолок в миллионы, вы никогда его не можете перепрыгнуть, пока вы не расширите ёмкость свою принятие. То есть у вас ёмкость на миллион рублей. Ну это вот, грубо говоря. Когда вы идёте вверх, окружаете себя людьми более успешными, чем вы, неважно в чём, ваша ёмкость вырастает, ну, например, вы были вот такой сосуд, а сейчас он стал вот такой. То есть автоматически ваша ёмкость вырастает всегда рядом с энергетическими людьми выше вас, да, по вибрациям. Ваша ёмкость вырастает, а количество энергии остаётся меньше. Ну, вернее, не меньше, а в том количестве, в котором была. И получается, в вашей ёмкости, ну, ёмкость в дважды выросла, да, энергии на том же месте. У вас наполовину, ну, как бы, не заполнена ваша энергия, вот эта ёмкость ваше принятие. И вы чувствуете какое-то опустошение. Не стоит унывать, находясь в реке выше, в окружении, ну, крутых людей. Не стоит унывать, что вы чувствуете опустошение. Знаете, что ваша ёмкость просто выросла. И дальше, когда вы уже делаете определённые шаги по радости, по интересу делаете, вы этой энергией заполните ваш сосуд. И вот так произойдёт ваш рост. господи, не знаю, кто меня понял вообще, о чём я. Ребята, вам вообще понятно, что... Так, мне вот через 4 минуты надо будет уходить. Я могу выйти через полчаса после занятия. У меня занятие 15 минут будет на курсе телепатию. Вы пока можете сначала этот эфир посмотреть, он всего идёт минут на 20-30-20. И чтобы я продолжила дальше эту тему, всё понятно. Ну, кому-то, блин, понятно, вон кто с курса телепати, конечно, вам всё понятно. Всегда ищите людей. Если вам не хватает денег, вы должны сейчас окружить себя людьми, у которых их полно. И не чувствовать себя при этом жалкими, а чувствовать, что вы на первой ступеньке, и вы автоматически смешаетесь полем, получите ту информацию, которая вам необходима для этих денег. Вы не энергию отдаёте, мы не можем ничего отдать и получить. Вы ёмкость расширяете своего принятия этих денег. А ваша энергия, она уже автоматически заполнит эту ёмкость. Временно это нужно. Ну, и определённые действия, когда вы по радости идёте. Не тормозите себя в действиях, типа, блин, я недостаточно хорош, не получится там, или ещё что-то. А просто делайте, что можете делать. Без отговорок, надо это, не надо, просто делайте, потому что так хочется. Ваша эта ёмкость увеличенная, рядом с полем людей, у которых ёмкость выше, чем у вас, она увеличится до такой же ёмкости, как у людей рядом. Если вы себя окружаете нытьём, люди, которые ноют, депрессии и так далее, ваша ёмкость уменьшается, и вы просто, люди до вас растут, а вы уменьшаетесь. Нельзя находиться с людьми до тех пор, пока вам нечем делиться. Смотрите, ещё такой момент. Зачем мы опускаемся вниз, для того, чтобы, там, две минуты, я считаю, чтобы не забыть, у меня память короткая, сейчас забуду, блин, пропущу урок на курсе. Для чего мы ещё спускаемся вниз в реку, когда люди, которых надо, ну, как корова, я как корова, да, они меня подоят, да, я им отдам всю свою энергию. Для чего мы это делаем? Помимо опыта. Начало с того, что мы все клеточки одного единого организма. И каждая клеточка заботится не только о себе, как клетке, да, каждая клетка хочет заботиться о том, чтобы весь организм был здоровым. Если мы находим какую-то умирающую, там, раковую клеточку, суицидную, пессимистическую, ноющую, там, безденежную и так далее, мы её берём, как бы, под своё крылышко, расширяем её ёмкость своим биополем, своим присутствием, своим резонированием с этим, для того, чтобы эта клеточка, ну, немножко, как сказать, пробудилась, воспряла, расширилась, делая тем самым, ну, весь организм более здоровым. То есть, не нужно жалеть, что мы пообщались с каким-то человеком и слили на него всю энергию. Да, он вырос, да, мы там слепили мужика, классного чувака, да, он нас бросил, но это как бы был наш тренажёр, он нам не нужен для дальнейших действий, мне нужна другая река, другой уровень мужчин. Но при этом, я знаю, что в мире эта здоровая атлетка принесёт пользы столько, что мы-то все взаимосвязаны в системе, что мне всё равно в любом случае это перепадёт. Если бы Эдисон не сделал лампочку, кто-то не вырастил чай, кто-то не придумал розетки, кто-то не построил дом, материалы, там, воду не подвёл, я бы не пила бы чай. Каждый человек участвует в каждом моём желании. Нету ни одного безучастного человека. И чем здоровее и энергетичнее каждый человек, тем больше ресурсов я получаю, потому что люди — это ресурсы. Наше желание исполняется не потому что, из-за чего-то, а потому что люди нам их исполняют. На мне бы не было этой кофты, на не было бы, там, я не знаю, ничего бы у меня не было, если бы люди не потрудились бы это сделать. И мы подсознательно хотим, чтобы наше общество было здоровым, и поэтому мы помогаем. Но не нужно задерживаться в этих реках. Если вы сами хотите вырасти, то вам обязательно нужно искать людей более энергетичнее вас, более ресурсных, у кого больше знаний, опыта, энергии, движения, сильнее, красивее, учиться у всех людей. Больше всего, что нас вниз толкает, это я всё знаю, ой, что я там не знаю, ой, я не хочу этого слушать, это мне вот неинтересно, я и так вся умная, но почему-то я, блин, тупая, бедная, голодная, холодная и больная, непонятно, зато я всё знаю. Нужно искать людей и учиться, учиться, учиться вот этих людей. Ну, как учиться? Блин, три минуты осталось. Я должна была сейчас уйти, 22 у меня начало, короче, ещё одна минута. поднимите большой палец и посмотрите на него и отведите вот так, попробуйте сделать, посмотрите на него отведённую и посмотрите вот так. вы повторили за мной вот это действие, но это небольшой палец, это указательный, большой, вот он. Все люди вокруг, да, что бы вы им ни говорили, они этого не будут делать, они будут вас копировать. К чему я это вообще сказала? К тому, что мы можем учиться у людей не внимать информацию, о которой они говорят, а просто находясь в их поле. И дети тоже учатся, так бесполезно им что-то говорить, они всегда копируют родителей. Все всё копируют, потому что биополе смешивается. Ищите энергоресурсных людей всегда в своём поле. Вот. И просто будьте с ними рядом, этого достаточно, больше ничего не нужно, не нужно внимать и пытаться повторить, что они делают. Вот это пытаться что-то делать, это хрень. А вот именно просто находиться с ними, это вот как с английским языком. Вы можете всю жизнь учить английский язык и ни хрена не учиться. Но как только вы приезжаете в какую-то страну, где вокруг говорят на английском, вы автоматически через время просто офигеете через несколько месяцев, что вы говорите на английском, потому что вы находитесь в поле этих людей. То есть если вы хотите вырасти, вам нужно искать поле. Так, я продолжу через полчасика примерно. одно. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok